Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поэтому устраивайтесь поудобнее и внимайте. Одновременно с выходом на большой экран анимационного фильма «Валли» от студии Pixar, компания THQ выпустила аркаду с одноименным названием, в которой главный герой мультика, робот Валли, спасает друзей и борется со злыми силами. Разработчики даже включили в игру несколько эпизодов не вошедших в мультфильм. Сюжет игры повторяет события оригинального мультфильма. Человечество покинуло родную планету, и люди отправились на поиски новых, более пригодных для жизни планет. Нашего главного героя, робота Валли, мы обнаруживаем спустя 700 лет после этого события. В компании друзей ему предстоит преодолеть множество трудностей и пережить массу самых увлекательных приключений. Надо отметить, что создатели этой истории уже успели потрудиться над такими мультфильмами, как «Рататуй» и «В поисках Немо». Что же касается Валли, то главным героям игры предстоит преодолеть 10 миссий и побывать на борту космического корабля. Помимо аркадной беготни, будут и задания на смекалку. В игре имеется режим мультиплеер, поддерживающий до 4-х человек. Игра была разработана студией Aesobo, а в качестве издателя в России выступала компания 1С. На прилавках магазинов Валли появилась 4 июля. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске игра Валли займет 600 МБ. Геймплей Валли прежде всего рассчитан на детскую аудиторию. Но, несмотря на это, будет интересен и более взрослым поклонникам компьютерных развлечений. Достигается это благодаря хорошо спланированным игровым заданиям, которые логично вытекают друг из друга. Кроме того, в качестве роликов, разделяющих миссии, используются фрагменты, не вошедшие в экранную версию. Так что следить за сюжетом будет интересно даже тем, кто уже в курсе событий. К тому же Валли не из тех аркад, которые легко проходятся за пару часов. Некоторые миссии заставят вас попотеть и проявить сообразительность. Пятерка за геймплей. Выглядит игра местами просто отвратительно. Но некоторые решения разработчикам все же удались. Например, уже порядком поднадоевший эффект Motion Blur здесь смотрится вполне уместно. Особенно во время заданий на скоростное прохождение некоторых участков. Не впечатляет и качество роликов между миссиями. Тройка за внешний вид. Что касается звука, то тут игре достался главный козырь экранной версии. Всех виртуальных героев озвучивают актеры дубляжа оригинального мультфильма. Так что Валли и его друзья заговорят с экрана монитора теми же голосами, что и в кино. Пятерка за звук. Валли, несмотря на все свои преимущества, с трудом задержится на вашем компьютере дольше недели. Ничего удивительного в этом нет. Это свойство всех игр по мотивам кино. Именно поэтому мы наблюдаем такую слабую графику. Издателям нет смысла вкладывать большие средства в проходные проекты. Тем не менее, своя изюминка в игре все-таки есть. Но не всем она придется по вкусу. Четверку получает сегодня 3D-аркада Валли. Игры по мотивам кинолент это, как правило, проходные сезонные проекты, о которых спустя несколько месяцев никто уже не вспоминает. Но Валли, как ни странно, оказалась хорошей аркадой. В меру сложной и интересной. Эта игра легко нашла своих поклонников, причем не только среди тех, кому понравился мультфильм. А теперь ваши вопросы и наши ответы по игре Валли. Вопрос. Грузовой робот улетел, а за ним закрылась дверь. Как мне открыть кодовый замок? Отвечаем. Обратите внимание на то, в каком порядке мигают 4 разноцветных квадрата. Постарайтесь запомнить очередность цветов и воспроизвести ее самостоятельно. 3 правильных ввода откроют дверь. Вопрос. Я никак не могу запрыгнуть на стену, похожую на рампу, хотя внизу стоят ускорители. Как мне быть? Отвечаем. Вам необходимо во время отрыва от поверхности нажать клавишу прыжка и одновременно повернуть робота в сторону. С первого раза этот прием может не получиться, но впоследствии он вам очень пригодится. Вопрос. Я застрял на каком-то складе, и куда дальше ехать непонятно. Платформа заканчивается очень высоко. Что мне делать? Отвечаем. Обратите внимание на небольшой серый ящик. Необходимо его взять и подъехать к самому краю платформы. На противоположной стороне увидите красный круг. Постарайтесь попасть в него ящиком. Тогда появится мост, и вы спокойно пройдете дальше. Войны Самураи 2. Игра, которая появилась на консолях уже больше года назад. Рассчитывать на современную графику не приходится, так как она рассчитана на приставки предыдущего поколения. Зато вы точно будете довольны реализацией игры. Дело в том, что нам предлагают сыграть за любую из противоборствующих сторон. И не просто сыграть. Нам с вами предстоит побывать в центре событий и собственноручно управлять тем или иным генералом. Именно таким способом разработчики предлагают игрокам ознакомиться с историей объединения Японии. И провести несколько дней за их творением. Серия игр Samurai Warriors достаточно молодая. Япония — страна с очень богатой историей. В первых проектах этой серии игр Samurai Warriors и Samurai Warriors Extreme Legends разработчики из компании Omega Force познакомили игроков с жизнью и обычаями самураев, а также самым главным — с их воинским искусством. Во второй части игры разработчики решили продолжить тему феодальной борьбы из истории страны восходящего солнца. Однако в этот раз нам предлагают играть за легендарных личностей средневековой Японии. Если эти имена вам о чём-нибудь говорят, тогда мы вас порадуем. Вы увидите Токугаву Ясу, Исиду Мацунари и некоторых других знаменитых командующих. Игровой процесс проходит в реальном времени на ограниченных пространствах, где вы будете защищать полчища врагов. Версия игры для персональных компьютеров поступила в продажу 27 июня 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ видео, а также 6 ГБ на жёстком диске. Игровой процесс Samurai Warriors 2 остался таким же стремительным, как и в первой части. Но теперь появилось одно важное дополнение. Какая-никакая, а всё-таки денежная система. Всё, что есть в игре, ну практически всё, оружие, навыки, парнокопытный транспорт, можно купить за деньги, которые вы будете зарабатывать во время сражений. Перед началом игры вам предстоит выбрать одного из нескольких героев, за которого вы будете проходить миссии. Этих миссий немного, по 5 на каждого генерала. Однако в итоге получается достаточно большая и интересная игра за разных главных персонажей с различными боевыми приёмами. К сожалению, немного расстраивает искусственный интеллект противников, которые ведут себя ужасно глупо и практически не дерутся. Наша оценка геймплея — твёрдые 4 балла. Внешняя игра выглядит очень, как бы это сказать, помягче, старомодно. Такое снисхождение к внешнему виду из-за того, что в такой динамичной игре графика не главная. На неё практически не обращаешь внимания. Однако, вероятно, не все согласятся с нашей точкой зрения, и многим внешний вид игры может не понравиться. Всё выглядит слишком просто и скучно, именно так, как это было несколько лет назад. Наша оценка внешних данных игры — 2 балла. Озвучка игры вполне приемлемая. Музыкальное сопровождение соответствует тематике игры, а спецэффекты во время боя стандартны для файтингов. Наша оценка звукового сопровождения — 4 балла. Я боюсь, что ты пытаешься взять мою... Войны Самураи 2 — игра, которая захватывает своей динамикой и масштабными сражениями. Нельзя сказать, что обе эти составляющие и выполнены идеально, и других недостатков у игры нет. Дело в том, что играть в самураев очень просто и необременительно, особенно если у вас есть геймпад, и даже бывает интересно. А это и есть самое главное в таких играх. Наша общая оценка игры — 4 балла. Идея такой игры сама по себе очень интересна, но реализация подкачала. Да, вы с удовольствием будете кромсать врагов пачками. Вероятно, вас даже интересует сюжетная линия, несмотря на ее сомнительную достоверность. Но то, что точно разочарует, — это внешний вид игры и поведение противников. Как мы уже говорили, игра рассчитана на консоли предыдущего поколения, а все игровые персонажи, кроме того, которым мы будем управлять, слишком медлительны и глупы. В игре они только для того, чтобы спокойно вы порубили всех на куски. Но не расстраивайтесь, попробуйте поиграть в эту игру. Возможно, она вам понравится, и у вас появятся вопросы, на которые мы сейчас и ответим. Первый вопрос. Подскажите, можно ли в этой игре играть вдвоем? Отвечаем. Да, в Samurai Warriors 2 предусмотрена такая возможность. Для этого в меню нужно нажать F12. Следующий вопрос. А как получить четвертое оружие? Для этого нужно пройти игру на самом сложном уровне и на картах с высоким количеством звезд, как в Орочи? Отвечаем. Нет, для каждого персонажа нужно выполнить определенные условия на определенной карте. А эти условия нужно выполнять после того, как пройдешь данным героем полный набор миссий на сложности Харт. Смотрите далее. SimCity. Город с характером. Туристический рай. Первое и главное, что нужно знать об этой игре, она не имеет никакого отношения к великой SimCity Уилла Райда. Happy Tree Friends. False Alarm. Отличная игра. Затягивает не хуже навороченных блокбастеров. Смотрите далее. SimCity. Город с характером. Туристический рай. Первое и главное, что нужно знать об этой игре, она не имеет никакого отношения к великой SimCity Уилла Райда. Happy Tree Friends. False Alarm. Отличная игра. Затягивает не хуже навороченных блокбастеров. Элементарная графика в такой игре выглядит вполне естественно. Сериал SimCity на заре своего зарождения прочно занимал нишу хардкорного, градостроительного симулятора. Так продолжалось сравнительно долгий период времени. Но с появлением Tycoon City New York, ребят из Electronic Arts торкнуло от наглядной демонстрации новой концепции, в которой хардкорность уступает мест аркадности. А они решили выпустить что-то подобное. И в ноябре 2007 года на свет появился SimCity город с характером. Сегодня же мы расскажем о дополнении Туристический рай, которое полностью посвящено туризму в масштабах целого города. Первое и главное, что нужно знать о SimCity город с характером, а значит и о дополнении Туристический рай, эта игра не имеет никакого отношения к великой SimCity, с которой почти 20 лет назад началась карьера выдающегося человека Уилла Райта, создателя The Sims и Spore, обладателя нескольких сотен наград за непомерный вклад в игры индустрию. Последняя на сегодняшний день часть знаменитой игры в неудобо произносимом жанре «Симулятор головы городского муниципалитета» вышла почти 5 лет назад и называлась просто «СимCity 4». Но Туристический рай – это скорее такая вариация на тему, и лишний повод еще раз освежить в народной памяти уже слегка подзабытое имя. Ни райот, ни компания «Максис» в создании города с характером участия не принимали, а все производство было отдано на откуп группе талантливых ремесленников и студия «Тилтат Милл». Сколько ребята не пытались сохранить фирменные фишки «СимCity», как не придумывали уникальный социально-строительный геймплей, в итоге все равно получился «Цезарь». Системные требования игры таковы – процессор на частоте 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 768 ГБ видеопамяти и 3 ГБ на винчестере. В туристическом рае мы больше не будем мучить жителей нашего виртуального города революциями, насаждать диктатуру и убиваться абсолютной властью, явившейся в город-сад по нашему капризу. Теперь взвод сумасшедшего градоначальника обращен в сторону индустрии туризма. Так же, как и в оригинальной «СимCity» город с характером, мы меняли лиг города с помощью социальных институтов, в туристическом рае под нашим чутким руководством индустриальный центр может превратиться в некое подобие Лас-Вегаса. Идея, в общем-то, интересная, но реализация такова, что почему-то становится скучно на второй час игры. Наша оценка геймплея – 3 балла. Графика в туристическом рае страдает присущим всем дополнением синдромом архаичности. Не то чтобы всё убого, но никакого прогресса за прошедшие полгода с момента релиза «Города с характером» вы не увидите. Однако непосвященного игрока буйство красок и детализация города вполне может восхитить. Наша оценка графического оформления игры – 4 балла. Со звуком в серии «Сим Сити» никогда не было проблем, и туристический рай – не исключение. Наша оценка звукового сопровождения – 5 баллов. В итоге из туристического рая вышел очень нишевый проект. Здесь нет того размаха, того вызова, что был в предыдущих частях, да и широко разрекламированная социалка казалась сплошным пшиком. Зато здесь можно построить нечто действительно очень красивое, и при этом сделать подобное будет совсем несложно. Главное – иметь хороший вкус. Наша общая оценка игры – 4 балла. Уж что-что, оклепать дополнение к своим шедеврам у канадцев всегда получалось на ура. За какой бы проект они ни брались, он обязательно со временем вырастал в целый сериал. Иногда это убивает серию в глазах геймеров. Так, например, обстоят дела в нише спортивных симуляторов. А иногда вдыхает новую жизнь. И в случае с туристическим раем мы имеем дело как раз со вторым сценарием. А теперь переходим к нашим ответам на ваши вопросы по игре «Сим Сити. Город с характером. Туристический рай». Первый вопрос. Я хотел наделать скриншотов своего курорта, чтобы похвастаться перед друзьями. Но картинки получаются очень плохого качества. Можно ли их как-то улучшить? Отвечаем. Да, технология «Снэпшот» в игре подается к калибровке, но не через стандартное меню игры. Найдите в папке с игрой в файле simcitysocieties.ini и поставьте напротив строчки take bmp screenshots единичку. Следующий вопрос. Какие преимущества дает игра в режиме сценариев? Отвечаем. Практически никаких. Строгая сюжетная линия отсутствует тут как класс. Вы просто выполняете определенные задания по превращению города в курорт. В «Туристический рай» лучше всего играть в свободном режиме. Здесь больше раздолье для вольных художников, нежели для серьезных городоначальников. Следующий вопрос. У меня не устанавливается «Туристический рай». Ругается на нехватку каких-то компонентов. Что мне делать? Отвечаем. Скорее всего, у вас не установлены оригинальные simcity город с характером. Дело все в том, что «Туристический рай» не стенд-элон дополнения и требует присутствия базовой игры в системе. Делать компьютерные игры по милым диснеевским мультикам – общепринятая практика. Но эти проекты не пользуются популярностью и воспринимаются как дополнение к фильму. Студия «Стейнлес Геймс» совместно с «Мондо Медиа» создали игру по мотивам незамысловатого кровожадного мультсериала «Счастливые лесные друзья». «Happy Tree Friends» – False Alarm. Смотрим. Этот мультсериал состоит из садистских новелл, не имеющих самословой связи. Каждая серия начинается невинной детской шалостью, а заканчивается смертью всех персонажей. Суть заключается в том, как конкретно погибают персонажи. Игра ни в коем случае не предлагает вам расчленять безобидных зверушек. Совсем наоборот. Ваша главная задача – спасти жизнь и здоровье друзей. Зверки имеют индивидуальные черты характера и психологические расстройства. К примеру, демобилизованный солдат в случае даже самой незначительной агрессии теряет ощущение реальности и превращается в убийцу, которым он был на войне. Также есть зверь, одержимый сладостями, и красный, непомерно трусливый еж, но, к сожалению, эти моменты не отражены в игре, только частично используются на заднем плане. Идея создания интерактивной версии мультика принадлежит Mondo Media, которой и есть авторы идеи. А Stainless Games являются непосредственными исполнителями программной части проекта. Мультик не рекомендуется к просмотру лицам младше 14 лет, но к игре подобных требований не предъявлено. Геймплей действительно не содержит откровенных цен насилия. Рекомендуемые системные требования. Процессор с тактовой частотой 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет всего 250 МБ. Игровой процесс состоит из поочередного прохождения уровней. Дистанция и количество ловушек с каждым разом увеличиваются. Разнообразие механизмов не может не радовать. Лазеры, несорубки, радиация, прессы, электричество. Есть все, что может хоть как-то угрожать здоровью живого существа. Оценка геймплея — 5 баллов. Игра двухмерная, пусть и с намеком на пространственность. Персонажи неплохо детализированы, но анимации явно не хватает. Пейзажи интересно построены, содержат много деталей, но выглядят как картонные декорации. За графическое исполнение — слабая тройка. Музыкальное сопровождение состоит из двух частей. Саундтрек из мультика в меню и подобная задорная музыка на фоне самой игры. Четыре балла за звук. Отличная игра. Затягивает не хуже навороченных блокбастеров. Элементарная графика выглядит в такой игре вполне естественно и только подчеркивает связь с оригинальной идеей. Элементарное управление, ограничивающейся мышью, создает непринужденную атмосферу перед монитором. Но игра очень простая и быстро заканчивается. И второй раз к ней не подойдешь. Коллекционный экземпляр для гостей. Четыре балла получает сегодня игра Happy Three Frames False Alarm. Игра напоминает легендарных червячков Вормс. Те же группы персонажей, та же графика. Отличный представитель заслуженного жанра. Продолжительность геймплея – дело поправимое. Как и мультик, игра однозначно выйдет в серию. Главное, чтобы не терялась суть происходящего. А несмотря на элементарные правила, вопросы есть. Зверьки очень медленно двигаются и не успевают пройти по вращающимся мостикам. Как мне быть? Отвечаем. Зверьки боятся огня. Разжигаете факелы у них за спиной, они начнут убегать. Но это надо делать на расстоянии. Персонажи могут загореться и от этого очень сильно пострадать. Вопрос. Электрощит закрыт. Как мне отключить ток? Отвечаем. Для начала надо выбрать бомбочки и применить их на замок. Дверка откроется. И тогда вы сможете отключить оголенный провод манипулятором. Вопрос. Из-за разбитого стекла сочится отравляющий газ. Я нажимаю на насос, но это не помогает. Как мне быть? Отвечаем. Нажимать на насос надо постоянно, перекачивая газ из-за стекла. Это касается всех насосов. Их вам встретится в игре очень много. Вопрос. Как мне переправить персонажа через яму с острыми кристаллами? Отвечаем. Над ямой есть камень. Он держится на металлических рельсах. Взорвите динамит под рельсами, камень упадет и закроет яму. Вопрос. Как пройти мимо труб с горячим паром? Отвечаем. Пар – это нагретая вода. Примените заморозку на отверстие в трубе, и вода замерзнет. Но это временное решение. Лед растает, и пар повалит снова. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте musdefistv.ru. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka.musdefistv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого. ПОДПИШИСЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ